Здравствуйте! В эфире программа Актуальна и ее ведущая Лжа Сурдабаев. Сегодня мы поговорим о коммерческой недвижимости в столице. О том, что будет происходить на этом рынке в 2017 году, нам расскажет Лев Тетин, международный эксперт в инвестициях и недвижимости. Лев, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте для начала проясним, что есть коммерческая недвижимость и о чем мы сегодня поговорим. Да, конечно. На сегодня основные блоки, которые мы затронем, поговорим о торговой недвижимости, причем о торговых центрах, поговорим о стрит-ритейле, поговорим о бизнес-центрах. Я думаю, не успеем поговорить о гостиницах, о складских помещениях, но это основное, я думаю, что интересует нашего телезрителя. Помимо этого, я бы хотел немножко поговорить о глобальном. В прошлом году вышел отчет одной из международных консалтиновых компаний, в котором отражается, это глобальный отчет 2016 года, в котором отражаются перспективные рынки ритейла развивающихся стран. И Казахстан занял в этом отчете четвертую позицию. Емкость этого рынка оценивается в 48 миллиардов долларов. Это уникальный результат для Казахстана, это очень хороший показатель. Он говорит о том, что транснациональные компании, компании, которые работают в сфере товаров и услуг, смотрят сейчас на рынок Казахстана и заинтересованы. Об этом мы поговорим чуть позже, кто это конкретно, какие бренды, какие компании. Отлично. Лев, наверное, вы и сами частенько слышите о том, что такой некий тезис, о том, что Астана застраивается очень активно, и не перенасыщен ли сейчас рынок в связи с этим? Да, являясь экспертом в этой области, в разных сементах жилой, коммерческой недвижимости, мы видим на сегодня перенасыщение. Что такое коммерческие площади? Это квадратные метры, которые арендует тот или иной арендатор, предоставляет ту или иную услугу, и он платит за нее конкретные деньги. Если посмотрим шире и поговорим о торговых центрах, то это основных 37 торговых групп, в которых есть уже конкретные бренды, конкретные марки. На сегодня емкость этого бизнеса, конечно же, она ограничена, а квадратные метры, они предвосхищают, то есть их значительно больше, чем нужно. Давайте перейдем в цифры. На сегодня торговый центр формирует 630 тысяч квадратных метров совокупно в городе. Много это или мало? Это оценивается квадратными метрами на тысячу жителей города. У нас есть графика, Лев, вот можно будет ее прокомментировать, в сравнении Астана с крупными столицами, как раз таки по этим показателям. Да, этот график очень показателен. Что мы на нем видим? Мы видим, еще раз, количество квадратных метров на тысячу проживающих. Астана на сегодня 550 квадратных метров на тысячу. Посмотрите, Астана на сегодня перегнала Москву. В Москве 390 квадратных метров на тысячу жителей. И это уже сигнал о том, что идет перенасыщение рынка. И необходимо задумываться о каждом квадратном метре, который выводит застройщик или девелопер на рынок, потому что ему необходимо его сдать в аренду, либо продать. А кто проголосует кошельком? Отлично. Несмотря на перенасыщение, вы вначале сказали о том, что достаточно неплохие прогнозы на рынок коммерческой недвижимости в Астане. Могли бы это прокомментировать? Как это коррелирует между собой? Да, конечно. Во-первых, выходят новые торговые марки. Мы с вами видим уже и в прошлом году, и в новом году. Кто это? Международная компания UBI, Carrefour, McDonald's, Starbucks. Это транснациональные компании, которые говорят о зрелости рынка, о зрелости потребителя, что этот продукт будет востребован. И выход этих компаний на тот или иной рынок говорит о серьезном, о созревшей емкости рынка. И о, в принципе, профессиональном сообществе, бизнес-сообществе, которое готово предоставить правильные, необходимые квадратные метры. Что такое правильные? Каждый квадратный метр торговой площади, он должен быть обеспечен необходимым количеством киловатт, правильными входами, правильными местами под вывеску, необходимым объемом вентиляции и так далее. Если это ресторан, то это более широкий спектр требований. То есть такие квадратные метры уже есть на рынке, и они соответствуют международным стандартам. А это говорит о зрелости рынка, о его перспективности. Помимо этого, заявлены еще ряд компаний, я могу их перечислить. Скоро откроется первый магазин H&M в Астане. Сейчас ищут площадки такие компании, как Ашан, Икея, Люра Мерлен. Это крупные монстры, которые принесут на рынок новые интересные качественные товары, которые будут по интересным ценам. То есть это говорит о том, что есть некая перспектива роста. Совершенно верно. Отлично. Вы немного затронули тему того, какими торговыми центрами представлен рынок Астаны. Могли бы рассказать о той расстановке сил, которая в Астане сейчас сложилась? Если мы говорим о торговых центрах, то они вам всем известны. Да, Мегасилковый последний, Ханшатыр, Керуен и так далее, и так далее. Давайте лучше посмотрим, а что еще новенького будет. За ближайшие два года, к счастью или к сожалению, но еще довольно большой объем будет представлен на рынок. О чем я и говорю. К 2019 году запланировано к вводу еще 45% от существующей емкости рынка, это 280 тысяч квадратных метров. Это 7 проектов, такие торговые центры, как Керуен, вторая очередь. Это Республика Плаза в правой части города. Это Абудами Плаза, потому что в составе этого многофункционального комплекса будет еще и торговый центр. Если ранее они заявляли площадь 130-140 тысяч квадратных метров, сейчас они пересмотрели концепцию и уменьшат до 47 тысяч квадратных метров. Опять же, это говорит о профессионализме девелопера или инвестиционной компании, которая правильно сориентировалась на рынке, понимает существующее переносечение в сегменте и меняет концепцию объекта с целью не потерять доходность, а возможно ее изменить в большую сторону. Вот у нас есть графика касательно расстановки сил на данный момент. Я так понимаю, это данные на февраль этого года. Здесь мы еще не наблюдаем новую мега сил Куэй. Да, потому что она открылась в марте этого года. То есть на данный момент крупнейшим является... Да, пока является, конечно, Ханшатыр на этом графике. Здесь отображены два показателя. Это общая площадь и ареннопригодная площадь. Потому что если говорить о доходности самого объекта, конечно же, сам доход приносит ареннопригодная площадь. Здесь анализируя тот или иной проект, можно увидеть и посчитать, если вы являетесь профессионалом, буквально за пять минут, насколько объект доходен, насколько он окупается. И потери на места общего пользования, они могут быть эффективными, а могут быть неэффективными. Но я думаю, об этом мы поговорим в другом. Что сейчас является наиболее важным при выборе той или иной коммерческой площади, я имею в виду, со стороны арендатора? На что он обращает внимание, голосуя, как вы говорите, кошельком? Для арендатора, конечно же, важны транспортные и пешеходные потоки. Потому что то количество людей, которое пройдет мимо его торговой точки, конвертируется в конкретные оборотные средства, в конкретные покупки. И, конечно же, доходность этого бизнеса, этой торговой точки. И на сегодня, так как мы говорим о торговых центрах, основной задачей любого торгового центра обеспечить трафик, обеспечить поток посетителей в торговый центр. Но здесь на арендаторе стоит та же задача. Этот поток привлечь в торговую точку, предоставить качественную услугу и товар в соответствии с ценой, с качеством. И, исходя из этого, конечно же, и заработать. Потому что, в противном случае, денег будет недостаточно для того, чтобы заплатить аренду. Бизнес не будет приносить или предвосхищать тех ожиданий. В итоге, торговая точка закроется, необходимо будет искать новую и так далее. Понятно. Мы поговорили о, скажем так, доступных площадях, о перспективных площадях. А как же все-таки выглядит, какова все-таки емкость рынка потенциальных арендаторов? И кто он потенциальный арендатор в торговых центрах столицы? Кто он, арендатор? Ну, это малый, средний бизнес, крупные компании. Это существующие 37 торговых групп, в каждой из которых есть определенные бренды. Допустим, если это торговая группа аптек, то есть конкретные компании, которые вам, в том числе, как потребителю, известны. И в зависимости от ценовой политики, от самого товара, она уже начинает работать с той или иной целевой аудиторией. Зная все эти бренды и торговые группы, конечно же, торговый центр и предлагает им определенную площадь. Потому что у торгового центра есть, конечно же, якорные арендаторы. Это те крупные арендаторы, зоны развлечений, продуктовые гипермаркеты, которые формируют, в том числе, трафик, формируют поток. Конечно же, у них и более льготные ставки, но они и обеспечивают торговый центр посетителями. Отлично. Ну, наверное, невозможно говорить о коммерческой недвижимости, не затронув тему новой мега-селквей. Расскажите, пожалуйста, как это повлияло на рынок в целом, как это повлияет в перспективе? Ну, на сегодня, кроме удовольствия от очередного качественного объекта в столице, пока, я думаю, никто никаких изменений не ощутил. Потому что все изменения мы будем наблюдать после полного наполнения. Потому что сейчас пока заезд арендаторов продолжается в этом объекте. И через полгода мы увидим, я думаю, его уже в полной красоте и в полной концепции, заполненным. Вот здесь уже начнутся изменения следующего характера. Во-первых, перераспределение транспортных и пешеходных потоков покупателей, посетителей торговых центров начнет перемещаться в сторону меги. Во-первых, новый объект, во-вторых, он интересен своими концептуальными особенностями. И посетители начнут уже вместо привычных маршрутов своего шопинга будут перемещаться уже в этот объект. Исходя из этого, посещение в других торговых центрах, оно начнет падать. А так как меньше людей зашло в торговый центр, арендатор меньше продал. Меньше продал, меньше заработал. В итоге у него недостаточно денежных средств для того, чтобы закрыть свои расходы. И вот здесь мы уже увидим высвобождение торговых площадей в других торговых центрах, увеличение вакантных площадей и влияние такого крупного объекта в торговой недвижимости на всех участников рынка. Кто потенциально, скажем так, какие сектора потенциально являются сейчас в зоне риска из-за ввода мега силкой? Ну, в первую очередь, это малый и средний бизнес. Это бренды и компании, которые не имеют большой сети. Потому что в ритейле точка может быть убыточна, но за счет того, что есть другие торговые точки, она в общем формирует необходимый оборот, она показывает определенные показатели по доходности для бизнеса. Если же это одна, две, максимум три точки, то снижение доходности в каждой из них серьезно сказывается в целом на бизнесе. Поэтому, конечно же, это же в первую очередь малый и средний бизнес. Это не федеральные бренды, это какие-то местные компании, местные бизнесмены. Они всегда платят дороже, чем все остальные, потому что они не генерят трафик, они потребляют этот трафик торгового центра. Поэтому для них и ставка выше. И раз для них ставка выше, а зарабатывают они меньше, они начнут, будут вынуждены закрывать свои бутики, свои торговые площади. Вы говорили о перенасыщении, соответственно, ввод нового игрока. Как в этих условиях ведут себя цены на торговую недвижимость? И, может быть, чуть глубже, как себя ведет процесс ценообразования? Ситуация меняется, потому что рынок развивается. И несмотря на то, что эти решения уже отработаны на других рынках, для Казахстана, для Астаны они новые, о чем я и говорю. Если ранее все привыкли к фиксированной арендной ставке, то на сегодня из-за того, что арендатор, особенно это магниты, которые формируют трафик, они и по-другому начинают выстраивать диалог с арендодателем. Потому что предложений торговых площадей больше, а ритейл не растет с такой же прогрессией. И речь идет о проценте с оборота. На сегодня, если вы предлагаете мне квадратные метры, а я хочу их у вас арендовать, то диалог максимально простой. Какое количество посетителей вы мне обеспечите? Потому что я, понимая этот поток, эту аудиторию, уже с помощью своих решений, мерчендайзинг, работа с продавцами и так далее, рекламные компании, я их перенаправлю к себе в торговую точку и на них заработаю. Исходя из этого, вы берете на себя обязательства по формированию этого потока, а я беру на себя обязательства, чтобы заработать на этом потоке. И в связи с этим я предложу вам, конечно же, завязаться на этот поток. Окей, вы мне предоставите определенное количество, давайте я вам и заплачу процент с оборота. Чем людей больше, чем продажи мои выше, тем вы больше зарабатываете. Вроде как для вас это выгодно, правильно? Но есть и вторая сторона этой медали. Вы зависимы от моего профессионализма. Мой продавец не выспался или вообще нет на работе, выкладка неправильна, она не побуждает к покупке, мой товар вообще не соответствует ожиданиям посетителей, в итоге я ничего не заработал, вы в итоге тоже становитесь заложником. Поэтому есть варианты и комбинированной ставки, и арендодатель смотрит уже и на вообще силу этого бренда, насколько он понимает целевую аудиторию, насколько его товар, его ценообразование, его структура бизнеса соответствует рыночным ожиданиям, соответствует тому посетителю, который приходит в торговый центр. Но этот диалог уже начат последние два года, и сейчас та же компания H&M, которая открывается в МИГе, она рассматривает только процент с оборотом, но она может себе это позволить, потому что она международный бренд и формирует трафик, и уже исходя из этого платит деньги. Отлично. То есть если в абсолютных показателях, если я вас правильно понял, то в целом стоимость на недвижимость так или иначе сокращается за счет высокого уровня конкуренции. Совершенно верно. Арендные ставки, если мы посмотрим тенденцию последних двух-трех лет, они серьезно изменились. И если речь могла идти в торговых центрах от 150 до 200 долларов за квадратный метр, то сейчас эти цифры в разы меньше. И это обусловлено ситуацией на рынке, это обусловлено снижением покупательской активности. Покупатель тоже ведет себя по-другому в торговом центре. И торговый центр тоже должен понимать, придя в торговый центр, оставит ли он там деньги. Это же очень показательным является Ханшатыр, формируя большой поток. Но так как этот интересный архитектурный объект, этот поток так называемые праздно-шатающиеся посетители, и они не оставляют ни копейки в этом торговом центре. Поэтому важно формировать качественный поток, который в свою очередь позволит заработать каждому арендатору, соответственно, торговому центру заработать на аренде этих помещений. Лев, являясь экспертом в этой теме, какие вы могли бы дать советы, как арендаторам, так и арендодателям? Совет очень простой. Необходимо задумываться, а кто ваш целевая аудитория, кто ваш покупатель. Для торгового центра кто ваш посетитель. И исходя из этого уже и формируются целые концепции, формируются пулы арендаторов, потому что наполнение торгового центра не происходит просто так. Потому что есть якори, магниты, есть маржинальные арендаторы, есть арендаторы, которые именно формируют трафик. И формирование потоков, оно тоже довольно интересно с точки зрения ответа на вопрос, а кто эти люди? Потому что в торговый центр, как я уже говорил, все подряд не нужны, в противном случае это будет только дискомфортно. Мы можем создать большой поток, но в итоге ни копейки никто не заработает. Поэтому нужен платежеспособный посетитель, причем платежеспособный посетитель, который будет с определенной регулярностью, с определенной частотой посещения в рамках месяца, полугодия, года, приходить в торговый центр и приятно, комфортно расставаться со своими деньгами, получая это удовольствие. Тот же совет для торговых точек. Необходимо глубже копать и понимать, кто целевая аудитория. И только после этого уже закупать товар, арендовать площади, размещать вывески и так далее. Спасибо большое, Лев, за очень глубокий диалог. Я думаю, эту тему мы продолжим после, на расширим на другие сектора недвижимости. Спасибо вам. Удачи вам в вашей профессиональной деятельности. Благодарю. А с вами была передача World of Life Актуально. До скорых встреч на Atomicim Business Channel. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова